Вечер в хату голодающий. Советую перед просмотром этого ролика запастись чаем с бромом, потому что сегодня мы будем говорить про еду. И просмотр этого ролика без вкусняшек не рекомендуется. И пока ты готовишь себе хавчик, воткни этому ролику лайк авансом, а если вдруг не понравится, то потом уберешь. Как понятно из названия, говорить будем про сухпайки. И чтобы ты сразу разбирался в теме, поясню, что же это такое. Сухпайок это набор хавчика для военнослужащих, а иногда и для гражданских лиц, который применяется в тех условиях, когда нет возможности приготовить обычную нямку. Сухпай, как правило, рассчитан на одного юнита. И в российской армии даже называется соответственно ИРП, индивидуальный рацион питания. И предполагается на срок от одного дня до трех суток. Но никто не мешает тебе накупить их до хрена и хомячить целый год. Придумали эти штуки еще в глубокой древности, потому что, как известно, кушать всем хочется. Но вот сухпайки в привычном нам понимании появились относительно недавно, потому что готовить качественное энергомыло длительного хранения раньше не умели. В рамках этого ролика мы поговорим про сухпайки американской армии. И даже один попробуем вот с этим челом. А вот этот отправится нас снимать прям за камеру. А если ты хочешь посмотреть на дегустацию консервы из других стран, то обязательно напиши об этом в комментарии. У нас там на фоне буквально сентябрь горит. А нам, братанчик, надо с тобой отправляться и пробовать заморское хрючево. Прям надо, да? Ага. Телепортируемся. What? What the fuck? Сегодня мы ограбили американскую машину снабжения и нашим уловом стал МРЕ. Сухпайок американской армии. На самом деле я его купил за деревянные рубли. Но американцы как бы говорят, вот здесь написано, что это собственность американского правительства. И продавать это незаконно. Но я в другой стране, шо ты мне сделаешь, Байден? Я бандит. На нашем сухпайке написано меню номер 22. Охренеть, сколько их много. Если это 22-е, значит есть 21-е как минимум. И все, что до этого тоже. Называется биф-гуляш, да? То есть у нас сегодня мясной гуляш. Или как биф, это что? В моем меню только пусси. Для того, чтобы нам добраться до содержимого, нам придется его открыть. И для этого нам очень нужен нож. А ну-ка стоп, братишка. А где ты употреблять сухпайок-то собрался? Ну разумеется, на страйкболе. А чтобы к этому самому страйкболу подготовиться, тебе нужно закупиться снаряжкой, приводом и расходниками. И в этом тебе поможет лучший страйкбольный магазин Airsoft Rus. Это, без шуток, самый четкий магазин, где ты найдешь все, чтобы заняться страйкболом хоть с нуля. Или просто пополнить свой арсенал. Страйкбольные привода любых серий, от пистолетов до автоматов, пулеметов, дробовиков и снайперских винтовок. Вся необходимая для страйкбола, да и не только для него снаряга. Такая как разгрузки, бронежилеты, подсумки и оружейные ремни. Ну и конечно расходники, куда без них. Шары, аккумуляторы, газ, гранаты и запчасти для привода. Да, запчасти это тоже расходник, если ты не следишь за своим приводом. Ссылку на Airsoft Rus ты найдешь в описании под роликом. Так что теперь ты знаешь, что делать. Не тупи. Достаем наше первое блюдо. Это... Это картонка. На вкус не очень. Я думаю, это вообще не еда. What the fuck is this? На вид что-то странное и цвета такого же. А, это бифгуляш, зацени. Здесь буквально написано. Очень мелко, бифгуляш. Это основное блюдо нашего сухпайка. Вот так что с него и начнем. Внутри сухпайка находится такая штука странная. Как химический разогреватель. Она шипит на меня и страшно воняет. Кстати, она уже... Ну, в теории, моя еда немножечко разогрелась. Давайте пробовать. Бифгуляш собственной персоной. Ну, на вид реально как гуляш. А не, а пахнет вкусно-то, кстати говоря. Не так и плохо. Так, ну я это похаваю обычной вилкой. Не из комплекта МРЕ. А я буду, как нормальный белый человек, кушать ложечкой, которую мне Байден заботливо положил в паючек. Да-да. На вкус как тушенка. Буквально. Вкусно. Если тебе это дают бесплатно, просто в рот себе закинул и схавал. Мне нравится, нравится, нравится. Моя оценка 8 из 10. Моя оценка 7 из 10, потому что ты обдаристал все и не погрел. Справедливо. Ну что, давайте посмотрим, что Дедушка Мороз мне положил. Нужно что-то нормальное, такое большое, чтобы круто, как мясо было. Вот эта зеленая грелка. Посмотри на нее, братишка. Дизайн. Блэскавка МакКуин здесь. Выглядит, ну, без рофлов. Реально, как пакетик, в который можно подписать, к ноге привязываешь. Даже в камуфляж попадает. Эппл соус... Эппл соус, заряженный молтрадекстрином. Для улучшенного, блядь, исполнения. Я сейчас такое исполню с этой грелки, реально. Попробуем соснуть, так сказать. Лезет что-то зеленое. Блядь, и живое. А это фруктоняня. Я пиздоболом буду, фруктоняню положили. Блядь, этот молтрадоксин меня, по-моему, шторит уже, я не могу, брата. Мне хлестни. На, попробуй. Это жестко. Это реально жесть. У тебя побольше положить, Олег? Да нормально, хватит, спасибо. Хватит тебе, да? Я еще пососу немножечко. Реально, фруктоняня только очень сладкая. Как будто бы сахара туда насыпали вдвое больше, чем надо. А потому что у них план на ожирение годовой не выполняется, они солдат отхармливают. Какой же это, как отчищу и мармеладки. Вот этого мальтердекстрина я бы домой завернул себе, реально. Чувствую, сила приваливает, богатырская. Там жучок был. Я типа принцесса Дисней, на меня теперь все твари слетают с лесной. Я типа капитана Америки становлюсь, или какая-то такая хуйня. А где там моя пушка, блядь? Готов идти в бой. Ой, с кем воевать? А где враги Америки буквально? Почему паек просто начисто не состоит из трактодоксина или чего там? Почему это так вкусно и заряжает энергии? Не, ну разъебывает нормально, реально. Да по хардкору просто. Ой, голова заболела. Кажись, переборщил с дозировкой. Это в тебе русский умирает. Не надо. Очень хорошее блюдо. Всем советую. 10 из 10. Главное, что подходов не было с него. А в остальном супер. Лайк, ребят. Так, моя очередь. Вытягиваю что-то из пакетика. И, судя по всему, это что-то рассыпчатое. Патриотик шугар кукис. То есть патриотическое сахарное печенье. Я надеюсь, что оно очень патриотическое. Патриотическое, потому что пока что я все еще русский. Что здесь? Звезда. Что это? Это факел. Какахел. Что там еще дают? Есть медвежата. Это вообще сломанное. Типа не очень патриотично, оно поломалось. По вкусу обычное печенье, которое в России продается за 20 рублей в пятерочке. Нормально, нормально. Патриотизм из меня попер. Не в честь у тебя? Нет. А у друга? А ты кто? Ну ладно. У тебя, кстати, на носу осталось немножечко метр такссида. Здесь должен был быть флаг USA, но он откололся. В общем, патриотично. Сладенько. Сладенько. Ну, говно собачье, давай выкинь его нахуй. Говно собачье, но здесь 240 калорий, которые улетят за полчаса, потому что это полностью сладкая говнина. Абсолютно бесполезно, она крошится, везде будут крошки. Все узнают, что вы здесь были. За вами по следу отправят псов, они съедят в вашей внутренности и вас убьют. Особенно знаешь, что будет смешно? Вот смотри, в рюкзаке, это же она уже поломалась, а мы ее не ломали. И в рюкзаке вот что будет с ним. Это вместо печеньки будет просто мука. И в этом как раз заключается самая главная проблема этого печенья, что когда вы возьмете его с собой, вы не сможете его нормально съесть, потому что вам придется просто есть муку. Посмотрим, что положил дядя Сэм нам еще. Немножечко хлеба. Бля, везде твой крекер, долбоё, блядь. Немножечко помазючек на хлебушек. Будем пробовать. Значит, что у нас из вариантов на помазать? Конечно же, пиннет бутер. Это же, ну, это Америка, еб твою мать. И немножечко клубничного джема. И все это предполагается мазать. Все в песке, блядь. Предполагается мазать на хлеб пшеничный. Пшеничный. Ммм, это пита. Мазюкаем на хлеб. Ну вот, собственно, у меня получилось такое. То есть ты намазал и хочешь, чтобы я это ел? Ну, конечно, у меня аллергия на клубничку, поэтому давай. Знаешь, что самое смешное? Он ничем не пахнет. Почему хлеб все еще на вкус, как печенька? Хотя с хлебом это вкусно, реально вкусно. Как будто бы булочка с вареньем. Но мне кажется, что в военных условиях это едят вот просто вот так. Кладут в рот и все. Вторая помазявка это пиннобаттер, арахисовое масло, если ты плох с английским. Но вот арахисовое масло не фанат. Пробуй. Я обожаю это дерьмо, братан. Нормальное, вкусное арахисовое масло, если ты такое любишь. Я не особо. Ммм, хорошее. Ну, прям реально хорошее. Что касается булки, это больше печенька, чем булка. Ммм. Я не хочу разговаривать с тобой. Дали деду арахисовое масло. Годное, в меру солененькое такое, хорошее прям. По большому счету мы так-то все уже съели. У нас осталось здесь что? Жвачки, лимонадик какой-то. И что это? Хазельнут шоколад протеин дринг повдер. Это похоже протеин. Вот если в качалочку пойдем, пригодится. Но нам-то нужно его здесь выпить. Единственная проблема, которая мне не особо понятна. Я так понимаю, что здесь его и планируется перемешивать. А если вы хотя бы раз пробовали протеин, то должны знать, что протеин без нормального шейкера не перемешать. Налей-ка мне водички сюда в протеинчик. Сейчас мы попробуем приготовить эту шалаву. Я не вижу. Я тоже. Ну допустим, хватит. Закрываем это делать, все. Я не знаю, сколько это нужно. Слушай, пиздуй-ка ты подальше нахуй от меня вот с этим шейкером. Да не надо, блядь. Не хочу умирать. Это гантеля для американцев. Они все слабые, типа, поняли? Лохи, блядь. Россия. Ты не хочешь знать, что там внутри. От бармена. Это вот от лучшего бармена Америкастана. Мое твое здоровье. Пошел ты нахуй. Не, ребят, не, не, давай. Давай за встречи, за знакомство меня Антон зовут. Пизду. Тебя. Тебе говно. Давай. Ну вкуснятка, ну. Нравится? Как можно было сделать настолько мерзкий шоколадный напиток, при том, что он еще ни хрена не размешался, то есть он весь идет комочками. Это мы еще при всем этом налили его в стакан. То есть если бы это хрючево было не в стакане, мне кажется, бедный меликанец облился бы им, обдрестался бы и вонял шоколадом буквально на всю страну. По большому счету это сделано ровно для того, чтобы если бы русский человек, вот как мы, украл бы сух паек, это специальная трава. Мне кажется, американцев предупреждают, типа, do not drink this shit. А русские не знают об этом, пьют, травятся и умирают. План Далеса такой специальный. Это хуйня какая-то. Так он суточный или не суточный реально? Не, он не суточный. Это один прием пищи, но проблема в том, что половина из этого пайка бесполезна, если ты не находишься в условиях, приближенных к нашим. То есть у тебя нет столика, нет стаканчиков, нету тарелочки. Потому что половину из этого ты не сможешь нормально съесть и просто не будешь брать с собой. Слышишь, Байден, мы выиграем эту войну. Ты кормишь всех солдат дерьмом, Байден. Не, если куда не знаешь, Байден, у нашего солдата в кармане пельмени постоянно, Байден. Пельмени, пирожки, бабушки, да блядь. Большинство человеков в России думают, что в США существует только один сухпайок, и это МРЕ. Однако это не так. Хитрые пиндосы придумали аж несколько видов своего суперхавчика, и тебе следует о них знать. Первое, это уже знакомый тебе МРЕ. Самый употребляемый в США индивидуальный пайок. В наличии 24 вида меню. Охуеть, да? Чтобы даже с самой капризной Янки мог кушать то, что ему нравится. Рассчитан такой рацион на один прием пищи. ФСР. Фёст страйк рацион. Солидный набор еды для гнояк, которые выполняют задачи в отрыве от подразделения. Что иронично, по размеру сопоставим с МРЕ. Просто калорийность выше, и лишнего ничего нет. ЛРП. Лонг рейндж патрол. Тут буквально дошик, который нужно заливать водой. А еще этот паек не рекомендуется хавать больше 10 дней подряд, потому что, вероятно, можно двинуть кони от такой еды. МСВ. Милл колд везер. Эту баланду выдают тем, кто воюет в условиях низкой температуры. Основное блюдо заморожено. Зачем заморожено, хуй знает. Пиндосам виднее. Как ты понимаешь, продукты, которые входят в состав сухпайков, нихуя не полезны и не подходят для постоянного питания. Однако, в сложных условиях они могут спасти жизнь Зальдатану. Или даже тебе. Впрочем, тебе уже, наверное, ничего не поможет. Субтитры сделал DimaTorzok